Сколько это стоит в рознице? Девятьсот двадцать тысяч рублей. Привет! Вы смотрите канал Бег Фредден, меня зовут Алёша. Сериалити о том, как Таш становится триатлонистом, продолжается. Ссылки на первые две серии вы найдёте в описании, а также вот в этом плейлисте. Ну а сегодня мы расскажем вам об одном бомбическом событии, которое произошло буквально на днях. Две недели назад мне в месседжер пришло голосовое сообщение от девушки Кристины. Алексей, добрый день, меня зовут Кристина, представительство Спешлайз Раша. У нас есть одно предложение для канала Бег Фредден. Могли бы вы приехать вместе с Ташем на следующей неделе к нам в офис, чтобы всё детально обсудить? Спасибо! Мы, конечно же, приняли это приглашение и в назначенное время были в офисе представительства компании. Для тех, кто не в теме, Спешлайз — это одна из самых влиятельных компаний, производящих велосипеды хай-энд класса, основанная в 1974 году. Компания типа Microsoft, но на рынке велосипедов. Из интересных фактов. Появлению маунтейн-байков отчасти мы обязаны Спешлайз, ведь Спешлайз — первая компания, которая стала серийно производить и рекламировать эти велосипеды. Первой серийной маунтейн-байк был Стамп Джампер. Ещё пару фактов о Спешлайз. На знаменитой гонке Париж-Рубе последние два года побеждает гонщик на велосипеде Спешлайз. В этом году трое из пяти первых финишеров, включая победителя, были на велосипедах Спешлайз. Велогонщик Питер Саган — трёхкратный чемпион мира в групповой гонке и единственный велогонщик в истории, ставший мировым чемпионом три раза подряд. Считается одним из самых талантливых велогонщиков современности — ProRider Спешлайз. И ещё один прикольный факт из истории. В 1995 году Спешлайз запустила резонансную рекламу. На фото был изображён лидер СССР Михаил Горбачёв, сидя на велосипеде Спешлайз Сириус. Компания посчитала, что вправе дать такую рекламу, так как у велосипедной команды СССР в использовании были шлемы Спешлайз. В офисе вместе с пиар-менеджем Кристины нас ждал ещё... Тигран Каркатян, директор Спешлайз Восточной Европы. Да-да, нас приветствовал топ-менеджер международной компании. Но каково было наше удивление, когда Тигран сообщил, зачем нас пригласили? Мы посовещались с командой Спешлайз Раша и решили пойти немного нестандартным для нас путём. Выбрали Таши амбассадором Спешлайз. Самое классное, что у ребят есть история, которой они могут поделиться. Независимо от возраста и бэкграунда, ты должен просто встать с дивана и начать работать над собой. Самое сложное, это сделать первый шаг. Это перекликается с главными ценностями компании Спешлайз. Так что мы решили пройти этот путь вместе с ребятами из Бег в Рейдин. Ну и конечно, нас подкупило, что Таш ровесник нашего бренда. Таш сказал, что ему нужно обдумать предложение. Шучу. Он с радостью принял предложение, которое озвучил Тигран. К слову сказать, Таш стала официально третьим по счёту амбассадором Спешлайз в России. Первые два это Валя Попов и совсем ещё юный Костя Ястреб. Ну а какой амбассадор без фирменной экипировки и велосипеда? Ну а это получается две номерками. Почему всё такое красивое? Это спорный, но красивый дизайн. Это неплохо. Это как этот... Полсмит. Ташу выдали шлем Evade с системой Angie. Те нужно активировать, если скажем, не дай бог ты падаешь, он через твой телефон отправляет твоему самому ближнему родственнику, что ты упал, с твоими данными GPS. Чтобы он бронировал похороны. Да. И уже быстро приходилось. На вручение велосипеда мы приехали через неделю и выглядело это примерно так. Прекрасный, прекрасный день для такого масштабного события в твоей жизни. Я, честно говоря, немножко нервничал. Серьёзно? Ты вот понимаешь, да, что вот сейчас ты войдёшь вот в эту дверь и обратной дороги уже не будет? Ты любишь себя? Хорошего времени? Хорошего времени? Не, ничего. У нас что-то есть для тебя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, теперь та же точно не отвертеться Придется покупать слот на половинку Iron Man И еще сильнее готовиться Но об этом в следующей серии Чмоки